А в Вельске более ста спортсменов из области и соседних регионов боролись за право защитить себя без оружия. В южной столице региона прошел турнир по самбо. Получилось жестко и зрелищно, расскажет Марина Меншикова. Защитить себя без оружия как вызов для настоящих мужчин. В Вельске прошел турнир городов России по самбо. На татами вышли участники от 11 до 18 лет. Юноши сразились в боевом самбо. Борьба получилась жесткая и зрелищная. Когда я боролся, я расстрелялся сначала, когда прикрутился. И потом я прикрутился на спине и упал на спину. Боролся сначала, но не так хорошо. Когда папа крикнул, я стал очень хорошо бороться. Участвовали 50 спортсменов из городов России. Каргополи, Северодвинска, Котласа, Коряжмы, Череповца, Вологды, а также вельские самбисты. Самбо на татами спорта России. Мы должны его поднять, понятно, в виде спорта. Я думаю, да, здесь есть хорошие борцы. Если будут работать дальше, здесь что-то будет. Турнир, посвященный памяти героя Советского Союза Григория Шибанова, впервые организован в Вельске по инициативе местной федерации спортивного и боевого самбо и Вельского сельскохозяйственного техникума. Спортсмены надеются, что эти соревнования станут доброй традицией. Патриотическое воспитание молодежи является неотъемлемой составляющей части подготовки самбо борцов. В том числе это касается и службы в армии. Естественно, накануне 70-летия победы предложение от администрации сельскохозяйственного техникума поступило нам проведение этих соревнований. Мы, естественно, согласились. По итогам турнира 34 самбиста отправились с медалями в родные города. Марина Меньшикова, Юлия Майданова, Анатолий Квасков. Новости 24 Вельск.